Всем привет! Это 21 век, я Саш Сериков, и сегодня у нас настоящее комбо. Это не только умная колонка, умный дисплей, база для вашего умного дома, но и еще и с голосовым помощником Алиса в придачу. В общем, настоящее комбо. На коробке написано «Слушай музыку, смотри видео, управляй умным домом и звоните по видеосвязи». Я уже впечатлен, но давайте рассмотрим это все повнимательнее. Устройство представляет собой квадратик со скругленными углами. Внизу у нас текстиль, под которым спрятаны динамики, а сверху экран. Сзади у нас аккуратная выдвигаемая ножка. Выдвигается с приятным сопротивлением. Не то чтобы вы это часто делали, один раз настроили, на самом деле и все, но мелочи, а приятно. Задняя часть устройства тоже задекорирована текстилем. Сверху сзади у нас переключатель шторки камеры. Выключено, включено. Спереди это выглядит вот так. Включено, выключено. А вот так выглядит видео с этой камерой. Вот так вот будут видеть вас ваши собеседники, а вы, соответственно, их. Да, устройство не записывает видео в себя, поэтому мы бы показали вам такой альтернативный метод передачи информации. Итак, у нас здесь 5 мегапикселей и 115 градусов угол обзора камеры. Что у нас еще? Разъем для питания сзади. В ножке, кстати, предусмотрено окошко для провода. Вот так выглядит блок питания. А вот здесь сверху несколько кнопок. Кнопка включения-выключения, качелька громкости и кнопка выключения микрофонов. Микрофонов два, они, кстати, тоже здесь сверху. Ну что ж, давайте повнимательно рассмотрим дисплей и функционал. Итак, дисплей. Здесь у нас IPS 10,1 дюйма. Пиксель видно уже с расстояния двух ладоней. Что нам подсказывает, что эта штука это не планшет. Вы не должны сидеть с ней по 12 часов. Здесь дисплей имеет чисто прикладное значение. Но, тем не менее, для этой цели он очень яркий. Цвета красивые, насыщенные. Углы обзора бомбические. Разрешение экрана 1280 на 800 пикселей. Ну и, как вы догадались, экран, разумеется, сенсорный. По-другому быть и не могло. Это ж не телевизор. Хотя и телевизор тоже. О чем я не говорил, но необходимо обратить на это внимание. Его толщина, не учитывая вот эту коробочку, всего 7,5 метра. Все хорошо. Вот так вот сел, сидишь на себя, смотришь. И понимаешь, что это устройство как будто бы для этого и было создано. Нет, не для самолюбования. А для того, чтобы поглощать информацию просто дома. Вот стоит себе на кухне, ты готовишь и такой, прикольно, классный экран. Беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Wi-Fi двухдиапазонный тоже 5. Так, теперь о железе. Для управления всей этой прелестью нам сюда поставили 4-х ядерный процессор Quad-Core A53. Оперативной памяти 2 ГБ. А вот постоянной памяти 16 ГБ. И все-таки этими 16 ГБ вы никак не воспользуетесь. Сюда ничего нельзя ни записать, ни сохранить. Все через интернет. При запуске мы сразу видим айдентику умного дома от Яндекса. Причем настройка проходит очень быстро. Скачали приложение, нажали пару кнопок и вуаля, все работает. На заставке мы видим часы и виджет Яндекс.Музыки и погоды. Здесь у нас могут появляться и напоминания о событиях, и будильники, и таймеры. Проводим сверху вниз. И здесь сразу тоже все понятно. Здесь у нас экран домой, регулировка яркости. Есть, кстати, авто яркость. И также регулировка громкости. В общем, все на своих местах. И на всякий случай кнопка настроек. И есть два режима. Ночной. И беззвучный. А вот здесь внизу у нас появятся все ваши умные устройства, когда вы их подключите. Причем управлять ими отсюда будет очень и очень удобно. В настройках у нас можно выбрать фон дисплея, активировать афишу. В меню звонки ваш аккаунт Телеграм для видеосвязи. Аккаунт это аккаунт Яндекса. Ну и поддержка. Основное меню. Нажимаем сюда. И здесь у нас появляется вот наше самое основное приложение. Там музыка, видео, телеканалы, умный дом, звонки, навыки и YouTube. Но вот лично мне не хватает здесь браузера. Это кнопочка навыки, не пугайтесь. Здесь гайд по основным навыкам нашего девайса. Поэтому зашли, почитали, все поняли и погнали работать. Ну а в умном доме все наши девайсы, которые мы сюда подключим, именно здесь. В общем, очень удобная штука для управления умными устройствами. Собственно, приложение на телефоне, мне кажется, теперь для этого больше не нужно. Только если вы вышли из дома. Давайте-ка перейдем к звуку. Послушаем, что она умеет. Алиса, включи Daft Punk. Something about us. Аудио здесь представлено двумя динамиками, которые располагаются вот здесь по бокам. И тремя динамиками низких частот. Звук очень громкий. Первое, что я сделал, это тут же убрал его на половину, потому что это прям реально громко. По звуку, это, напомню, не аудиофильская техника. Но для наслаждения или просто для домашнего фона более чем сойдет. Верхние и середины высокие частоты несколько выделяются, хотя низов мне тоже хватает. Диапазон частот, которые выдают эти динамики, заявлен от 130 Гц до 20000 Гц. А еще здесь есть у нас кодеки. Разумеется, это SBC, AAC и LDAC. На мой взгляд, это вообще, знаете, новый тип управления умным домом. Раньше мы могли это делать голосом, потом мы могли это делать через смартфон. А здесь прям все сразу. Это вот такая вот мультифункциональная штука, которая стоит дома. Такой целый хаб для управления умным домом и всем-всем вокруг. Да-да-да-да-да, я согласен. Мол, это устройство ничего принципиально нового вам не дает. Все это раньше мы могли делать с планшетов, со смартфонов, там, с телевизора. Да, ребята, это же все взяли и собрали в одну штуку специально для вас. Ну, опять же, ну, во! Но не забывайте, здесь у нас еще и видеозвонки, и ютубчики, все остальное. Это вот как в будущем, когда мы смотрели, как какой-то герой заходит себе домой, на экране там понажимал, все включается. Мы уже так можем, только даже еще и голосом. А в фильмах Сталлоне тыкал пальцами. И там были кнопки. Кнопок тут нет. Это что получается, мы теперь круче, чем Сталлоне? Ну и разумеется, Кинопоиск, Яндекс.Музыка, Ютуб. Кайф! Ну, на мой взгляд, если вы фанат системы Умный дом и Алисы от Яндекса, а также еще и Xiaomi, то вы просто обязаны купить эту штуку. Ну что ж, на этом все, это был 21 век, я Саш Сериков. Лайк, подписка, комментарий. Напишите, хотели ли бы себе такое же. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok.